Здравствуйте, Юрий Афанасьевич! Здравствуйте! Вас приветствуем на Харвинском земле. Такой вопрос у нас первый. Вы рассказываете нам, именно какой состав переказы Хабаровского края? Состав обширный. С Хабаровского края приехало около 60 человек. По структуре это и правительство Хабаровского края, и есть у нас... Длинностью нашего стенда является позицирование Хабаровского края как край высоких технологий. Наш бренд, наш логотип, который мы используем, это самолет, это авиационная техника, которая производится в Хабаровском крае. И мы позицируем Хабаровский край как край самых высоких технологий, которые есть. А скажите, пожалуйста, на нынешнем Экспо есть ли какие-нибудь у вас мероприятия или презентации, извините? Да, мы будем в рамках мероприятий, ну вот непосредственно я выступать с презентацией инвестиционного потенциала Хабаровского края, в которой я расскажу о тех отраслевых нишах, куда можно и нужно заходить инвесторам, в том числе из Китайской Народной Республики. Я остановлюсь на моментах, которые вызывают, наверное, озабоченность, потому что очень мало китайских инвестиций пока в Хабаровском крае, на фоне того, что Китай у нас является основным торговым партнером. И будет еще ряд презентаций, в которых принят участие все члены делегации. Здесь никто не приехал отдыхать, все приехали работать. Поэтому есть тематические презентации, связанные с туризмом, с высокими технологиями, есть презентации, связанные с наукой, с валютой. И у наших ученых, у нашей науки будут отдельные площадки в рамках других территорий на территории города Харбин. Скажите, пожалуйста, у вас какое ожидание от нынешнего Экспо? Мы ожидаем развития, в первую очередь, тех соглашений, которые были. Два года назад, когда Экспо было в Харбине, ряд наших компаний только начинали взаимодействовать с китайскими партнерами. Сейчас эти компании приехали уже подписывать соглашения, контракты. Поэтому наши ожидания – это ожидания бизнеса. Мы надеемся, что они будут оправданы. Ну и за два года, которые прошли, а на прошлом Экспо я тоже делал презентацию о Хабаровском крае, мы говорили только о начале работы территории опережающего развития. Они только создавались, мы говорили, что они будут. А сейчас они есть, они работают, в этих территориях работают компании, в том числе с иностранным капиталом. И мы хотим нашим китайским партнерам показать, что в России, в российском Дальнем Востоке, в Хабаровском крае можно работать, можно основывать бизнесы. Как всем известно, что в мае месяце в Бекине состоялась форум международного сотрудничества в рамках стратегии «Один пояс – один путь». Скажите, пожалуйста, какие ожидания и притражения у вас для дальнейшего сотрудничества между Китаем и Россией? Изначально «Один пояс – один путь» проходит немножко мимо Хабаровского края, но мы бы хотели, чтобы те коридоры, которые появляются в рамках этой концепции, они также захватывали территорию Хабаровского края. Поэтому мы рассчитываем на развитие туризма и на открытие совместного пункта Пропска на острове Большой Уссурийский. Здесь мы уже с китайской стороной достаточно далеко продвинулись. Уже это все подписано, соглашения соответствующие и работаем. И как минимум турпоток будет ездить нормальным круглогодичным способом на собственном транспорте посещать страны друг друга. Также у нас развивается наше портовое хозяйство на территории портов Хабаровского края. У нас появляются дороги к морским портам. Мы также рассчитываем, что данный маршрут, данный коридор будет также встроен в данную концепцию. Поэтому наше ожидание, мы готовы уже предлагать свои транспортные коридоры для того, чтобы встраиваться в систему. Спасибо вам большое. Желаю вам успехов на экспо. Большое вам спасибо за интерес к Хабаровскому краю. Спасибо, что вы так интересуетесь нашей территорией. Я рассчитываю, что такие экспо продвинут наше сотрудничество очень далеко. Спасибо вам. Надеемся, что город Хабаровск оставит у вас очень хорошее представление и чаще приехать к нам. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.